На западном побережье ЮАР находится удивительная бухта. В ней обитают самые разные морские животные и птицы. Здесь много гостей. Равно как и постоянных местных жителей. Бухта обеспечивает их пищей и стимулирует жизненный цикл, который распространяется далеко за пределы Африки. Это Голубая лагуна. Водный мир Африки. Голубая лагуна Слово «лагуна» переводится приблизительно как «озеро с соленой водой». Лагуна Лангебан – одна из немногих в Южной Африке, которая подходит под это описание. В отличие от других лагун, эту лагуну питает Атлантический океан. Следовательно, ее воды исключительно соленые. Площадь лагуны – всего 48 квадратных километров. Но она является средой обитания множества представителей животного мира. Расположенная посреди полупустынь, лагуна вдыхает жизнь в суровую местную экосистему. Несмотря на небольшие размеры, эта область дает все необходимое для жизни животных, которые здесь обитают. В результате, каждый год из северного полушария сюда прибывают тысячи перелетных птиц в поисках корма и пристанища. И ресурсы лагуны истощаются. Поздняя зима Многочисленные гости еще не прибыли. Время отлива На песчаной равнине обнажаются необычные отметины. Это следы пребывания одного из местных жителей. Приливная волна показывает, кто именно ставил эти отметины. Очаровательные фламинго Птицы с нелепыми пропорциями тела и яркой окраской важно шагают по спокойной воде. Они методично прочесывают лагуну в поисках корма. Их светло-розовые тела возвышаются над водой, балансируя на длинных и тонких ногах. Своими ногами они поднимают бурю на дне лагуны. Двигаясь по кругу, птицы ритмично топчут дно своими ногами в поисках ракообразных, которые прячутся в песке. В итоге остаются круглые отпечатки в грязи, которые обнажаются при отливе. Эти отпечатки важны для жизни лагуны. Таким образом, фламинго не только находит еду, но и рыхлят донные наносы в лагуне, предотвращая их стагнацию. Благодаря этим птицам дно лагуны остается здоровым, что позволяет прокормиться и другим существам. Сотни ног поднимаются от дна лагуны тучи грунта, что хорошо видно с воздуха. Фламинго – садовники лагуны. Они рыхлят подводный грунт и удобряют его. Беря от лагуны корм в больших количествах, они также возвращают его в немалых количествах в воду вместе с экскрементами. Ракообразные, которых поедают фламинго, придают их оперению розовую окраску, так как содержат пигменты каротиноиды. Яркая окраска особенно хорошо заметна, когда птицы взлетают в воздух. Высокая концентрация мелких морских беспозвоночных обеспечивает фламинго обильной пищей. Фламинго используют узкоспециальный метод питания. Песчаные подводные равнины, богатые креветками и рачками, излюбленные пищей фламинго. Но чтобы их поймать, нужно особое оборудование в виде длинных ног и необычного клюва. Фламинго – единственная птица, которая при поиске корма, поворачивает голову так, что верхнее надклювье оказывается внизу. Это позволяет им питаться там, где глубина воды минимальна. Двигая языком как поршнем, фламинго проталкивает воду и донные отложения через клюв, отфильтровывая пищу так называемой цедилкой. Усатые киты имеют схожую систему добычи пищи. Но некоторые птицы предпочитают, чтобы их работу выполняли другие. Всеядная чайка Хартлауба следует за розовой птицей, подбирая объедки. Малые белые цапли предпочитают ловить рыбу сами. Даже если ради этого приходится исполнять танец. А вот Чеграва будет прилагать усилия только в том случае, если велики шансы на успех. Кристально чистые воды лагуны Лангебан – идеальное место кормежки для этой ныряльщицы. Визуальный поиск пищи – популярная тактика среди птиц. Шелоклювка – постоянный член местного сообщества. У этой птицы, которая сочетает визуальную и тактильную стратегии, необычный способ питания. Своим выгнутым вверх клювом шелоклювка прочесывает воду по обе стороны от себя, подбирая ракообразных и насекомых. Лагуна Лангебан позволяет этим птицам находить пищу круглый год. Зимние месяцы подходят к концу, и долгожданные дожди заряжают территорию новой энергией. Склоны рядом с лагуной пробудились их жизни. Количество пищи увеличилось в разы, и местные обитатели в полной мере этим пользуются. Когда зима сменяется весной, лагуна Лангебан гостеприимно встречает визитеров, прибывших издалека. В августе здесь собирается до 50 тысяч перелетных птиц. Кроншнепы, бекасы и ржанки высаживаются на богатые воды лагуны. Их путешествие продолжалось 4 месяца, за которые они покрыли расстояние более чем в 10 тысяч километров. И лагуна стала достойной наградой за этот грандиозный перелет. Здоровье и будущее этих перелетных птиц зависит от этой маленькой бухты. Не будь этой лагуны, многим поколениям птиц негде было бы восстановить силы после долгого путешествия на юг. Субтитры создавал DimaTorzok Это их конечная остановка на Африканском континенте. Они проведут здесь несколько месяцев, поглощая все, что смогут найти, чтобы набраться сил. Своя стратегия питания есть не только у фламинго и шелоклювок, но и у гостей лагуны. Тулис в поисках пищи полностью полагается на свое зрение. Его короткий клюв не пригоден для прощупывания дна. Ему сначала нужно увидеть свою добычу, а уже потом попытаться ее поймать. Ему нужна своя зона кормежки, и он ревностно защищает свою территорию. Другие предпочитают тактильный метод. Краснозобики тычут наугад в отмель. Их высокочувствительный клюв даст знать, когда рядом окажется какое-то лакомство. Кроншнепп использует ту же стратегию, но с одним отличием. Его клюв длиннее, и он может искать пищу, даже когда уровень воды повысится. Независимо от метода, процесс питания может стать опасным занятием, когда еда кусается. С приходом весны пробудились к жизни и окрестности лагуны. Животные рады свежей растительности Игровое сражение антилоп-кана и брачное ухаживание бонд-боков означают, что жизнь прекрасна и динамично развивается. Новые цветы приманивают опылителей, а опылители приманивают голодных птиц. Египетские цапли обычно ждут, когда антилопы поднимут сидящих в траве насекомых. Но сейчас вокруг изобилия насекомых и цапли могут питаться без посторонней помощи. К цапли примкнула пара священных ибисов, а проворные стрижи умело хватают свою добычу прямо в полете. Рядом стая доминиканских чаек совершает налет на удаленную от моря территорию, чтобы полакомиться многочисленными насекомыми. Но некоторые обитатели предпочитают более спокойную жизнь и обустраивают свой дом в песке вдали от суматохи. Африканский узкород не живет в воде. Большую часть времени он проводит, зарывшись под землю, и вылезает после дождей, чтобы полакомиться насекомыми. Представители одного из эндемичных видов привлекает не только обилие насекомых. Свежая трава предоставляет самцу капского ткача идеальный материал для строительства гнезда. а это непростая задача. Самец полностью зависит от самки. Она будет выбирать себе брачного партнера по качеству его гнезда. Построив гнездо, самец устраивает перед самкой целое представление. Стараясь завлечь ее на осмотр своего творения. Только самые прочные гнезда годятся для выведения птенцов. Если гнездо не отвечает стандартам, самец часто разрушает свое творение и начинает все сначала. Но если самка одобрила строительное искусство самца, она дает ему согласие на спаривание с ней. Затем она отложит в этом гнезде яйца. Утомительный процесс для самцов капского ткача. Ведь, чтобы добиться успеха в репродуктивном цикле, нужно приложить немалые старания. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Движением в лагуне правит смена сезонов. В коротком промежутке времени дневной ритм определяют приливы и отливы. Дважды в день Атлантический океан забирает свои воды, и уровень воды в лагуне падает. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Для некоторых мелководье становится огромным, накрытым обеденным столом. Для других все намного сложнее. Бычковые рыбы прекрасно себя чувствуют в приливных водоемах. При отливе они часто оказываются над водой, а во время прилива полностью погружаются. Они обожают мелководье и еду, которая там водится. Но иногда они могут переоценить свои возможности. С падением уровня воды их зависимое от влаги чешуя оголяется и начинает высыхать. Но эти рыбы научились справляться с такой ситуацией. Отталкиваясь сильными грудными плавниками, они уходят глубже, спасаясь от палящего солнца. И продолжают наслаждаться ресурсами, которые предлагает им лагуна. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА По мере схода воды все больше обнажается богатая жизнь, которой наполнены песчаные и елистые отмели. Здесь настоящее изобилие моллюсков, рачков и других беспозвоночных. Как перелетные, так и местные птицы зависят от прилива отливного характера голубой лагуны. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Птицам здесь раздолье. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Лагуна – это биологическая фабрика. Ее микросреды все вместе обеспечивают безотказное функционирование целого природного механизма. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Если погрузиться в воды лагуны, то там можно найти множество странных и загадочных существ. Песчаный слизень плавно движется по дну лагуны, оставляя следы от своих ежедневных трудов. Безобидное на вид существо может быть безжалостным убийцей. Он заползает на краба, пытаясь проглотить его целиком своим мускульным желудком. Но сегодня ему не повезло. Ему также удается отпугивать разных любопытных существ, постоянно выделяя через ткани смертельную серную кислоту. Рядом с песчаным слизнем живет еще одно интересное существо. Тысячи маленьких нор в песчаном дне лагуны говорят, что здесь обитает какое-то существо. Подземный инженер неустанно трудится, фильтруя песок. Это песчаная креветка. Несмотря на малый размер, ее воздействие на окружающую среду велико. Без этого вида креветок лагуна не могла бы нормально функционировать. Ее огромная клешня – отличный инструмент для рытья нор. Переднюю пару ног и ротовые части покрывает сеть из тонких волосков, образуя корзину, которая удерживает и просеивает донные отложения, отделяя их от съедобных органически богатых частиц. Ножками с наконечниками в виде лопаток креветка трамбует стены норы, чтобы сооружение не обвалилось. Своими конечностями, как веслами, она двигает вперед-назад, прогоняя воду через песчаный туннель, а хвост креветки удерживает ее на месте, как якорь. У песчаной креветки гибкая спина, что позволяет ей свободно разворачиваться и двигаться в своем тесном доме. Маленькие глазки креветки почти бесполезны в такой норе. Две пары чувствительных усиков дают ей гораздо больше информации. Часть органического материала поглощается и переваривается креветкой. Остальное выводится и аккуратно пакуется на поверхности в виде похожих на сосиски экскрементов. Это позволяет бактериям, рыбам и болотным птицам получить доступ к ранее закопанным питательным веществам. А в питательных веществах здесь недостатка нет. На полуторакилометровом протяжении лагуны местные песчаные креветки в год производят более 200 тонн экскрементов. Это ценная добавка к поверхностному корму. По сути, меняет состав всего дна лагуны. Песчаная креветка играет важную роль в экологии прибрежных зон. Без этого вида креветок лагуна не могла бы функционировать на должном уровне. И тогда рыбы и птицы бухты могли бы остаться без пищи. Но их кормилец может сам легко стать добычей. Эта креветка занята строительством своего нового дома. Но рытье туннелей делает ее уязвимой, так что ей нужно работать быстро. Вокруг затаилось много хищников в ожидании шанса для нападения. Кладка икры стала бонусом для голодного охотника. В южной части лагуны в стороне от океана песок уступает место другому субстрату илу. Здесь живет похожий вид иллистая креветка. Несмотря на другую форму туннелей, эти существа играют ту же роль, что и песчаные креветки. Но у них нет массивных клешней, как у их песчаных собратьев, и рытье требует больших усилий. Эта особь выбрала путь наименьшего сопротивления. Она исследует норы, уже выкопанные другими креветками. Большинство из них оказались для нее непригодными. После долгих поисков она нашла одну перспективную. но там уже есть жилец. Охотнику за жильем нужно или продолжать поиски, или самому построить дом. Креветки и богатая питательная среда, которую они создают, позволяют перелетным птицам нагулять жир перед длинным путешествием на север. Так что влияние этих двух мелких ракообразных простирается далеко за пределы берегов лагуны Лангебан и охватывает даже далекие континенты. Два вида креветок равно как и фламинго видоизменяют донные отложения за счет своих уникальных способов питания. Без них лагуна Лангебан не смогла бы служить пристанищем для всей этой армии живых существ. По всей Африке фламинго питаются бок о бок со своими близкими собратьями намного менее крупными черноклювами фламинго. У крупных обыкновенных фламинго система фильтрации грубее чем у черноклювых поэтому они охотятся на разную добычу. однако такое скопление клювов на одном участке воды может накалить страсти. клювы 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 послеобеденное время это время прилива. Из океана начинает поступать вода. По мере повышения уровня воды в лагуне коротконогие птицы покидают песчаные отмели. А для высоких фламинго прилив не является проблемой. На своих длинных ногах они продолжают искать пищу даже на глубине. в лагуне им гораздо проще добраться до еды чем мелким птицам и период кормежки у них дольше. но коротконогим птицам все же есть куда направиться когда прилив затопляет песчаные отмели. на солончаковые болота. Эти обширные поросшие растительностью участки вокруг лагуны Лангебан самые большие солончаковые болота в Южной Африке. Без них перелетные птицы не смогли бы находиться в бухте во время прилива. Дважды в день они перемещаются в эту среду обитания находя там спасение от высокой воды и богатую пищу. Это место изобилует рыбой и ракообразными и является отличной закусочной для птиц. Привычная к соли растительность способна извлекать питательные вещества прямо из ила. Она также служит природным ситом. Как гигантская губка, растительность фильтрует отложения, не давая илу попасть в лагуну. Солончаковые болота стали приютом для перелетных птиц на время прилива. В Солончаковых болотах нашел убежище и эндемичный вид птиц, находящийся на грани исчезновения. Этот вид насчитывает не более двух тысяч особей. Черный лунь. Каждую весну эти птицы выводят здесь свое потомство. В этом году прошли обильные дожди, и дюнная растительность раскрылась калейдоскопом цветов. цветущий пышный пышный ландшафт как раз то, что им нужно. Черный лунь строит гнезда на земле, что делает их птенцов уязвимыми перед хищниками. Эта самка успешно вывела двух птенцов, но вскормить их непростая задача. Мать в это время не охотится, и в добывании пищи должна полностью полагаться на своего партнера. Она с тревогой ждет, да будет ли партнер еду для нее и для птенцов. Его уже давно нет, и она начинает его звать. Наконец, ее партнер возвращается. Наконец, долгожданная еда. Ее партнер надолго не задерживается и снова отправляется на охоту. самка придирчиво следит, чтобы вокруг гнезда не осталось отходов. Они могут привлечь других хищников. Именно так и случилось на этот раз. запах добычи учуял пеги ворон, который питается мелкими млекопитающими, падалью и чужими птенцами. Она укрывает своих малышей, пряча их от зловещего хищника. В итоге ворон улетает и взволнованная мать может успокоиться. Под таким бдительным присмотром своей матери птенцы имеют все шансы выжить. Лето подходит к концу, и перелетные птицы скоро двинутся в путь. В лагуне они как следует отъелись и накопили достаточно сил, чтобы начать свое путешествие на север. Конкурентов за еду у местных птиц станет меньше, и ее будет достаточно, чтобы они смогли вскормить свое потомство. Скоро у них начнется сезон размножения, и лагуна заполнится новыми обитателями. Начнется новый цикл смены сезонов, и жизнь на воде будет идти своим чередом. У лагуны Лангибан есть полгода, чтобы восстановить свои запасы перед новым наплывом гостей. Это небольшое пристанище в полупустынной прибрежной зоне является оазисом мирового значения. оно дает местным и перелетным птицам корм, который нужен им для выживания. Они могут жить в самых дальних уголках планеты, но всегда будут возвращаться в благодатную голубую лагуну. памяти Мартина Уиллиса Лангибан